Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спасский вручил ключи от квартир детям-сиротам. Святая обязанность государства обеспечить для вот таких детей, оставших без попечения родителей, возможность для нормальной самостоятельной полноценной жизни. Торгово-промышленная палата Ленинского городского округа поблагодарила врачей за их самоотверженный труд. Мы хотим, чтобы вы были красивее. Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации продолжается. Ни один закон без народа, без народной воли не работает. 26 июня счастливыми обладателями собственного жилья стали двое детей, оставшихся без попечения родителей. На торжественном вручении ключей от квартир в микрорайоне Пригород Лесное побывала наша съемочная группа. Ключи от собственных квартир. Вот такой долгожданный подарок получили к своему совершеннолетию Анна Катикян и Кирилл Симин. Жилье молодым людям выделили в рамках реализации программы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С новосельем ребят поздравили министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова и глава муниципалитета Алексей Спасский. Пусть этот дом будет теплым, пусть его дверь будет всегда открыта для ваших друзей, для близких. Создавайте семьи, развивайтесь, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Пусть у вас все всегда в жизни получается. Самое главное, что у вас есть дом. Выделенные квартиры однокомнатные, благоустроенные площадью 34 квадратных метра с хорошим ремонтом и сантехникой. Святая обязанность государства обеспечить для вот таких детей, оставшихся без попечения родителей, возможность для нормальной, самостоятельной, полноценной жизни. Вот возможность предоставить квартиры благоустроенность в хорошем месте. Мы делали это и, конечно, будем продолжать делать. Юная обладательница собственной квартиры Анна Катикян очень рада тому, что теперь у нее есть свое жилье. Потому что это дает определенную уверенность в завтрашнем дне. Я с детства мечтала учиться в медицинской сфере и помогать быть полезным обществу. И дай бог, я сейчас учусь в колледже и хочу пойти в более высшую институт. До получения собственной квартиры Анна жила в семье родственников. Тетя Лусины Катикян призналась, что и в будущем будет продолжать помогать и поддерживать племянницу. Хочу выразить огромную благодарность нашим органам опеки, администрации за ту поддержку. Это то, что сделало государство опека. Это родительская поддержка в первую очередь. Потому что это облегчили жизнь детям на 80%. Кирилл Симин учится на первом курсе по специальности реклама и связи с общественностью. Такой подарок для молодого человека стал приятной неожиданностью. Не ожидал, чтобы будет так быстро. Думал, ближе к следующему лету уже. Начальник управления опеки и попечительства Ленинского городского округа Светлана Гнедова подчеркнула, что лично контролировала строительство и ремонт квартир, предоставленных для детей, оставшихся без попечения родителей. Мы за наших детей очень рады. И за Анну, и за Кирилла. Потому что они у нас очень серьезные, обучаются. У них такие цели и задачи в жизни серьезные стоят. Я думаю, что вот эта отправная точка их взрослой жизни – вот это жилье. Выделение жилья социально незащищенным детям – это одна из ключевых задач администрации городского округа. В прошлом году новоселами стали пять человек, а в 2020-м получат свое жилье девять юных жителей округа. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Представители торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа посетили районную поликлинику, чтобы сказать спасибо врачам за их самоотверженный труд в период пандемии коронавирусной инфекции. Владельцы салонов красоты вручили докторам 70 сертификатов на услуги своих заведений. Подробнее в сюжете Юлия Погасьян. Весь период пандемии члены торгово-промышленной палаты помогали врачам. Организовывали доставку горячих обедов, покупку и сбор продуктовых наборов, предоставляли транспорт для передвижения к пациентам на дом. И даже сейчас, когда распространение инфекции пошло на спад, предприниматели продолжают оказывать внимание и поддержку докторам. Пандемия отходит, отступает и благодаря их труду и отдаче, которая от них идет, мы имеем сегодня такую ситуацию положительную. Так представители бьюти-бизнеса муниципалитета решили организовать акцию благодарности врачам. Им вручили подарочные сертификаты на стрижку. 70 абонементов, которые можно использовать в 8 салонах красоты, расположенных в разных частях Ленинского городского округа. В Видном совхозе имени Ленина, Развилке и микрорайоне Пригород-Лесное. Мы хотим, чтобы вы были красивее. Будем рады вас видеть красивыми, здоровыми и счастливыми. Мы хотели от души, от, скажем так, своим трудом, просто поблагодарить врачей за их труд в наше нелегкое время. Воспользоваться сертификатом можно по предварительной записи. Для этого на каждой карточке указана контактная информация салона участника акции. Было очень сложно работать, и тяжело было работать, и была большая нагрузка, все устали, врачи реально устали, устали медицинские работники. И, конечно, вот такая вот неожиданная акция, нам это стало очень приятно. Сейчас в связи с сохранением ограничительных мер на массовые мероприятия у членов торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа нет возможности проводить масштабные акции. Но представители общественной организации надеются, что уже в скором времени смогут порадовать врачей подарками, а самое главное – искренней заботой и вниманием. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЕТВ. Продолжается голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Наша съемочная группа побывала на одном из избирательных участков в деревне Мильково и узнала, как проходит волеизъявление граждан в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Температура 36,4. Проходите, пожалуйста. Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в правила работы избирательных комиссий. На каждом избирательном участке всем пришедшим проголосовать по поправкам. В Конституцию России в обязательном порядке измеряют температуру. При входе обрабатывают руки антисептиком. Не исключение и участок в деревне Мильково. Также мы предлагаем одеть маски и перчатки для безопасности окружающих, которые сидят на избирательном участке. Кстати, паспорт отдавать в руки членам избирательной комиссии не надо. Достаточно показать нужные данные на вытянутой руке. Для росписи в книге учета и голосования рекомендуется воспользоваться одноразовой ручкой. Пришедшие проголосовать жители с такими мерами полностью согласны. В первый день голосования избиратели приходили постоянно, но большого скопления людей не наблюдалось. Что в нынешних условиях хорошо считает председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, тоже пришедший выразить свою гражданскую позицию. Ни один закон без народа, без народной воли не работает. Поэтому очень важный сегодня проходит процесс. Это действительно голосование за конституционные поправки. Проверить работу избирательной комиссии, и все ли меры предосторожности соблюдаются, приехал глава Картинского территориального отдела Андрей Извеков. Проверил наличие индивидуальных средств защиты, которые выданы на все участковые комиссии. Проверил наличие разметки, соблюдения социальной дистанции, и всего материально-технического обеспечения, это урны, бюллетени и так далее. Осмотром он остался доволен. Единственная просьба, вы когда люди выходят, снимают маски, перчатки, вы раз в два часа хотя бы меняйте пакетики обязательно и дезинфицируйте. Всего на территории Картинского отдела открыто семь избирательных участков. При необходимости можно вызвать представителей избирательной комиссии на дом. Всего же на территории муниципалитета открыто 63 пункта для голосования. Напоминаем, что оно продлится вплоть до 1 июля. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Екатерина Балисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВиднетВ. Режим самоизоляции не лучшим образом сказался и на спортивных соревнованиях. После двухмесячного перерыва на стадионе в Видном вновь взрывели моторы. Мотобольная команда «Металлург» начала готовиться к новому сезону, старт которого также пришлось перенести. О планах спортсменов узнал наш корреспондент Максим Козлов. Подготовка к тренировке – дело не менее ответственное. чем сама тренировка. И мяч накачать необходимо правильно, и масло подлить в двигатель до нужного уровня. За два месяца ребята явно соскучились по игре. Календарь соревнований подвергся серьезным изменениям. Чемпионат России по мотоболу должен был стартовать в конце апреля, а Кубок России пройти в начале мая. Создать новое турнирное расписание. Дело нелегкое. Сейчас мы делаем календарь игр, отправляем в нашу федерацию. Она делает запросы по регионам. У нас Ставропольский край, Краснодарский край, Владимирская область и Московская область. Регионы подтверждают вот эти числа, которые мы укажем в календаре. С июля начнем календарь. Таким образом, предварительно планируется, что в Краснодарском крае с 20 по 26 июля проведут Кубок России. Там же состоятся первые игры чемпионата России. Одна из финальных игр, которого пройдет в День города Видное. Несмотря на то, что это только планы, подготовка ведется серьезная. Тренеры отмечают, что месяцы в самоизоляции не прошли даром, но они уверены, что набрать потерянную во время вынужденного простоя форму спортсмены смогут всего за 3-4 недели. И это благодаря тому, что они совсем не бездельничали. Мы занимались, каждый индивидуально, физически готовились к сезону. Приседали, отжимались, кто бегал, кто на дорожке, кто на тренажере, велосипед. Пришлось отказаться от планов по приведению в этом году в Видном чемпионате Европы. Для этого мероприятия намечалась масштабная реконструкция стадиона. Полностью ее сделать также не получится. Но какие-то новые элементы инфраструктуры можно будет увидеть совсем скоро. Вот здесь будет новое электронное табло, комметаторская будка, ангар для хранения мотоциклов и ремонт в наших раздевалках на Садовая 10. Все остальное, покрытие поля и трибуны, видимо, уже на следующий год, реконструкция будет проведена на следующий год, перед чемпионатом Европы. Планируется, что чемпионат Европы пройдет в Видном в 2021 году со 2 по 7 августа. Хочется надеяться, что все озвученные планы воплотятся в жизнь, и мы снова сможем поболеть за наших. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания.